Когда мы говорим, люди приходят на деньги и успех, у меня такой курс есть, для того, чтобы решить какие-то материальные свои проблемы. Но когда мы делаем поиски истоков, почему и от чего, то мы начинаем проникать через день и так глубоко в свои вещи, что такие тонкости. Многие говорят следующее, вроде бы шли за деньгами, а тут оказываются такие пласты, что весь дух в тебе меняется. Понимаете, интересное явление. Нужно понимать, что это за тренинг «Деньги и успех». Существует сегодня очень много знаний, очень грамотных людей, которые занимаются бизнесом. Это как управлять деньгами, как инвестировать и так далее. Это абсолютно другая область знаний, которую я вообще туда не касаюсь, потому что я не специалист, и меня интересует совершенно другое. Меня интересует то, почему, когда мы начинаем работать практикой с денежным потоком, и люди ставят перед собой тот денежный поток, с которым они пришли, они видят громадную реку, а по итогу с этой реки еле-еле капает. То есть природа уготовила громадные возможности. Почему человек не получает их? Причина только здесь. Вот один человек говорит мне, вот у меня шикарная река, но потом вот река перегорожена монастырем, и дальше вот почти течение прекратилось. Я говорю, а почему монастырь в твоем потоке? Он отвечает, духовные люди живут бедно. Если мы возьмем вот такие вещи, которые мы впитываем с детства, то там их настолько много. Не жили хорошо, не будем начинать. Деньги – это зло. Но как они придут, если вы себе вот такие установки сделаете? Как они придут, если вы сделали что-то в жизни нечестно? Я вам приведу примеры, которые меня просто потрясают. Разговор идет о пяти копейках. Но как эти пять копеек во что выливаются? Ко мне приходит человек лет пятидесяти. Я говорю, Саня Саланович, я занимаюсь сетевым бизнесом. Я давно этим занимаюсь. Я очень прошел много обучения. Я все понимаю. Но у меня такая сложная вещь. Я начинаю бизнес, все катится, все хорошо идет, все блестяще. Потом такой стоп, и все прекращается, я ничего не могу сделать. Я мучаюсь год, мучаюсь два, бросаю все это. Меня втягивает в другой бизнес. Я неохотно, но все-таки начинаю это делать. Начинаю делать, все начинает идти бурно, хорошо развивается. Только стоп, и все опять то же самое повторяет. Когда мы с этим начали делать поиск, я был потрясен, в чем же причина. Он увидел себя в следующую картину. Два пацана таких лет по девять, может чуть постарше. И привезли большую кучу песка, они в этом куче песка играются во дворе, да? А в одного из них новенький пятак, большой, он подбрасывает, он шлеп, ложится на песок. А этот мой герой, чуть сзади него сидит, и у него такая зависть, что такой красивый пятак, а у него нет. И тут он подбрасывает очень высоко, и кто-то там с пацану закричал, он отвлекся туда, и пять копеек полетело, и сбоку кучи ребром вошло в песок, и полностью исчезло. Этот сзади видел, а этот не посмотрел. Потом, значит, на ребят глянул сюда, а пятака нет. Он же-то видит, что тот сзади сидит, он не мог забрать. Он ищет, где, говорит, я не знаю. Тот видел, но, говорит, я не знаю. Излазили всю кучу, пятака нет. Ушли. Этот пришел, достал пятак, и ес! Как ловко он заработал этот пятак. И именно этот пятак и привел к этим проблемам. Самое удивительное, что когда мы все это очень искренне отработали, у него пошла очень мощная работа в сетевой компании. И вот таких случаев миллионы. Вот я вам сейчас еще один случай, чтобы вы понимали. Это не та работа, которую делают специалисты, с деньгами учат, как правильно укладывать и так далее. Это совершенно другая. Женщина, которая берет в одном банке кредиты, другой отдает, и падает в эту яму долгов все глубже и глубже и глубже. Безысходность. Безысходность. Я хочу в цирк. Ну и мама понимает, что дочка хочет в цирк. И она понимает, что денег мало. Но все-таки, а билет дорогой. Она все-таки достает. На, дочечка, иди. Она пошла в цирк. Это сказка, это чудеса. Она прибегает домой восторженная. Целый вечер маме рассказывает. Мама в темноте улыбается. Ну вот приятно. Дочери такой подарок. Ну говорит, ладно, спи, потому что завтра рано на работу. И засыпает. Утром мама рано на работу. И дочка вскакивает. Мам, дай мне еще денежек. Я скажу еще раз цирк. Дочечка, ну, я же тебе дала. Нам будет теперь до конца месяца как-то дожить. До зарплаты дожить. Ну и все. И ушла мама. А натура творческая. Хочется цирк. И она приходит к кассу цирка. Становится волок и начинает рыдать. Очень скоро замечают взрослые. Потом появляется администратор. Девочка в чем делает? Мама дала деньги на билеты, а я потеряла. Ну и тетям, дядям из цирка жалко. Маленький ребенок. Где-то нашлась стулочка, где-то подставили к ряду. Она села вся. Она же знает, что она схитрила. Ей неудобно. Но свет потух. Появилась музыка. Начался праздник. И у нее ест. Как я всех надула. Вот, пожалуйста, откуда берутся современные. Вот с чем мы работаем. Вот с чем мы работаем. Поэтому бизнесмен, который прошел очень опытный тренинг у ведущего специалиста, который стоит 37 тысяч долларов, полтора года работал и вдвоил капитал, приехал ко мне в Рецию на 12 дней, через 3 месяца, говорит, Санислав Иванович, удивительно, но вашими методиками уже через 3 месяца я снова вдвоил капитал. И да, это работает. И да, он поснимал те программы, которые ему мешали бурно деятельность. Это две разные вещи. Там культура работы с деньгами, а тут работа с душой, с теми обидами, хитростями, которые ты допустил. Очень интересная работа, мне нравится. Вроде бы о деньгах, а столько интересного мы находим. Зависти, обиды, куйка. Очень интересная работа. Получается, что в любом случае все это сводится к определенным чувствам, которые в прошлом возникли. То есть чувства. Если сказать образно, представьте себе такой образ. Вы сидите в летнем кинотеатре и смотрите на экран, а из кинобудки идет трансляция фильма. И вдруг вы начинаете видеть что-то такое, что вас возмущает. И вы не выдерживаете, хватаете там какую-то палку, кидаете на экран. Что-то изменится? Нет. Нужно пойти в кинобудку и там работать. Так вот, все, что мы делаем, это мы пытаемся работать с экраном. С изображением на экране, с нашим телом. А я говорю, нужно пойти в душу и понять, какие программы это все вызывает. Какая лента там? Ленту надо поменять, программу надо сменить. Понимаете, вот это вот абсолютно так и есть. Я хочу вас пригласить на программу «Деньги и успех». Казалось бы, такая меркантильная тема – деньги. Но за этой темой стоят очень интересные события из прошлого, которые в силу закономерностей, по которым мы живем, иногда закрывают наши возможности, наш денежный поток. Это события, которые связаны с деньгами, и впитали вы их из детства. Деньги зарабатываются тяжело, не жили хорошо, не будем начинать. Деньги – это зло. И вот эта информация уже притормаживает ваш денежный поток. Самый интересный момент этой практики в том, что вы очень зрительно будете видеть свой денежный поток в виде денежной реки. И когда вы будете исследовать эту реку и видеть препятствия, и находить, что создало эти препятствия, и прекрасно отработать, вы будете видеть, как ваш денежный поток освобождается от этих заторов. И через время на физическом уровне вы будете чувствовать, как меняется ситуация с деньгами. Появляются заказы, возвращаются старые долги и так далее. Мне этот инструмент и эта практика нравятся тем, что вроде бы мы занимаемся таким, ну, самым меркантильным деньгами, но иногда докапываемся до таких тонкостей. Как-то одна женщина сказала, мне уже не радуют те деньги, которые я начала получать, мне радует, что наконец у меня с мамой возникла полная гармония. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...